О новой транспортной реформе беседуем с Дмитрием Малютиным, первым заместителем председателя Пермской городской думы. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо очень большое, что уделили время этой теме. Она, на самом деле, в последние, наверное, полгода активно обсуждается. Последний раз заявлялось о том, что она может быть, транспортная реформа, чуть ли не перенесена на осень. Вы знаете, в последнее время все-таки вопросы, связанные с транспортом, с транспортной обеспеченностью населения города Перми, становятся таким даже ругательным, что ли, этот вопрос, дискуссионным становится этот вопрос. И было бы опрометчиво жить в миллионном городе, собственно говоря, перевозить миллион человек, жителей здесь, и пустить такую важную отрасль, как перевозку жителей из точки А в точку Б на самотек. Это было бы совсем неверно. Поэтому, безусловно, мы занимаемся транспортной отраслью, как частью одной из значимых частей городского хозяйства. Запущены серьезные реформы транспортной отрасли, и примерно мы планируем полностью эту реформу запустить в 2020 году. Но это не значит, что до 2020 года мы только лишь идеалистически обсуждаем, дошлифовываем ее, хотя и этим занимаемся тоже. Это значит, что сейчас мы с 1 мая внедряем экспериментальную такую модель, мини-модель транспортного обслуживания на нескольких маршрутах города Перми, на которых мы уже получим, что называется, эмпирическую, такую практическую картинку того, где что не работает, где что нужно дошлифовать, доделать, поменять. То есть, все полгода будет как раз вот эта притерка всех изменений и так далее? Да, это очень хорошо, что мы не сразу пускаем всю транспортную отрасль, а на вот этом эксперименте посмотрим еще раз слабые стороны. Есть возможность обсудить это с населением, получить обратную связь, что работает, что не работает. Потому что пересадочные узлы и такие места, где это будет, это для нас новшество. Митрий Васильевич, сейчас к этому еще перейдем. Смотрите, реформа запускается 1 числа, но в принципе уже многие эксперты рынка, это не мое мнение, а в целом рынка, это говорят и перевозчики, в принципе даже и жители, потому что администрация где-то что-то не доработала, потому что мы знаем и срывы поставки автобусов и так далее. Многие вопросы до сих пор не доработаны. Конечно, можно сказать, что недоработки есть, надо и было бы неправильно сказать, что все идет, как мы хотели. Да, приближается вот тот срок, он достаточно напряженный 1 мая, потому что эксперименты мы могли бы отнести с 1 сентября, но тогда бы у нас было меньше времени для мониторинга, собственно говоря, всестороннего, что и как происходит. Поэтому есть трудности, есть трудности и с поставкой техники автобусов, а муниципалитет вместе, спасибо краю и губернатору Пермского края Максиму Геннадьевичу, мы приобретаем вместе достаточно серьезный впервые, значит, такой состав подвижной. 65 дизельных и 20 газовых автобусов, Волгобасы придут к нам и первая партия пришла. Есть там накладки, которыми уже, конечно, нужно заниматься и более категорично, скажем, или более глубинно администрировать этот вопрос. Поэтому доработало, не доработало, покажет время. Очень важно запуститься так, как мы хотели. Очень важно, что сейчас муниципалитет почувствует себя в роли вот этих же перевозчиков, в роли тех, кто, собственно говоря, и сталкивается с проблемой по организации вот этого процесса, уже непосредственно на маршрутах. И мы сами, побывав в роли перевозчика, можем посмотреть на этот вопрос глазами перевозчика. Это тоже важно. Да, Дмитрий Васильевич, перевозчики действительно тоже с новой транспортной реформой высказывают. Ну, что сомнений, в том числе, там звучат сомнения, что кого-то вытесняют с рынка и так далее. Но, в принципе, реформа назрела. То есть, что мы хотим? Обелить максимально рынок? Значит, первое, мы хотим, чтобы на рынке были правила. Мы хотим, чтобы прозрачно каждый участник рынка понимал, что требуют от него. Мы хотим, чтобы перевозка наших жителей города была комфортной, была безопасной, была по расписанию. И мы хотим, чтобы стоимость за перевозку, она была справедливой. Надо сказать, что Пермская городская дума единственный тариф, который сегодня регулирует, этот тариф на общественном транспорте за перевозку. 20 рублей тариф действительно на уровне России. Это одна из самых низких. С 2015 года, подчеркиваю, 20 рублей тариф. Это один из самых низких. Есть ниже, не скрою, но у нас один из самых низких тарифов. 26, он более экономически обоснованный. То есть, это такая адекватная цифра. Вы знаете, рано сейчас говорить о тарифе. Понятно, и вы предопределяете события, справедливо предопределяете не обойти нам эту тему. И понятно, что необходимо ее начинать обсуждать. Потому что, посмотрите, за перевозку есть только два источника финансирования перевозки. Это, собственно говоря, тариф и само население. И второе, это субсидия, либо финансирование из бюджета. Источников больше нет. И понятно, что тариф должен быть справедливый. Он должен быть экономически обоснованный. Он должен... Ну, что еще важно? Важно сегодня не сказать о повышении, а важно показать, как мы качественно меняем... ...поселение-то, возможно, готово платить такие деньги, но получить за это более качественную услугу. Безусловно. Вот знаете, вот каждый... Вы пермяк, я пермяк. Как мы понимаем, да, да, качественный продукт, безусловно, он что-то, чего-то стоит. И он стоит определенных денег. И здесь идет лишь только вопрос о достаточности и доступности. Мы договорились, что это будет в том числе низкопольный транспорт. Это для людей с ограниченными возможностями. Нельзя забывать про них, потому что это люди, которые наиболее социально не защищены. Мы хотим, чтобы в автобусах было комфортно, чтобы было летом прохладно, зимой тепло. Мы хотим, чтобы они были новыми, а не изношенными. И чтобы они не вставали, проезжая по маршрутам, и пересаживались люди, пока этот ремонтируется. Бесплатно пересаживались. В продолжении нашей темы о бесплатной пересадке. Мы бесплатно хотим, но это тоже должно быть осознанное решение. Беспорядочно пересаживать бесплатно невозможно, потому что это ляжет нагрузкой на бюджет. Еще раз говорю, любая пересадка – это недосборы в бюджет, а это значит субсидирование этих недосборов. Поэтому, безусловно, к этому надо прийти очень осознанно. Такие площадки должны равномерно быть распределены по всем участкам. И это должно быть комфортно как для жителя центра, так и для жителя Орженикидзовского и отдаленных Кировского районов. Дмитрий Васильевич, к примеру, в вашем округе вы в любом случае были на общественных слушаниях, где были и перевозчики, и жители, и представители гортранса, Минтранса, департаменты транспорта были. Что высказывают люди и вообще какие маршруты сохранятся, какие исчезнут? Простой пример. Я на самом деле поддерживаю методологию администрации, которую они впервые задолго до внедрения новой маршрутной сети начали обсуждать с людьми. И это очень хорошо, потому что люди хотят понимать, как будет. Люди боятся перемен психологически так, что человека пугают любого перемены. И здесь надо человеку объяснять, что он получит, чего он лишится, с чем он столкнется. Поэтому 11 таких встреч в районах проведено администрацией. На нескольких я был. Пока вы итоги не увидели, вот такие финальные департаменты не представили. На каждой этой встрече отраслевики пытались донести до людей стратегию изменения маршрутной сети. Они рассказывали, как будет она изменена. Хорошо, что мы получили обратную связь от людей. Сейчас эту обратную связь администрация систематизирует и обязательно предоставит ее депутатам. А мы уже дальше пойдем опять же, у нас есть еще временной люфт до 31 декабря, обсудим уже некий продукт итоговый с населением, чтобы в последней серии дошлифовать эту маршрутную сеть. И тогда, с момента внедрения ее, мне кажется, снимет очень многие вопросы. Когда вот сейчас мы активно пообсуждаем и постараемся учесть все предложения горожан. Это очень правильное дело. Отлично, спасибо. Дмитрий Васильевич Малютин, с нами общался первый заместитель председателя Пермской городской думы. Продолжение следует...